Друзья, приветствую вас! Меня зовут Красников Сергей, я юрист, и здесь мы с вами говорим о семейном праве. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к семейному праву, я хочу поздравить вас с наступившим Новым Годом. Пусть все негативные эмоции, которых в 2020 году накопилось у всех нас масса, останутся в прошлом. Я желаю вам в Новом Году принимать взвешенные и правильные решения. Ведь если вы смотрите этот ролик, значит у вас в голове есть вопрос, в разрешении которого я сегодня постараюсь вам помочь. Итак, вы не знаете, какой документ правильнее подписать супругам для разрешения вопроса о собственности на имущество, нажитое в браке, или которое что-то предстоит нажить. Интернет говорит вам о том, что вариантов два – это брачный договор или соглашение о разделе совместно нажитого имущества. И еще дает кучу текста, понятного и не очень, о том, что лучше, а что хуже. На самом деле вариантов не два, а три. Еще можно составить документ, который называется «Соглашение о разделе имущества с элементами брачного договора». Давайте начнем разбираться. Для того, чтобы принять решение о том, какой вариант нам подходит, мы должны ответить с вами на вопрос, в какой момент супружеской жизни заключается соглашение, регулирующее имущественные взаимоотношения. Момент первый. Если вы еще только собираетесь пожениться или зарегистрировали брак совсем недавно, но уже сейчас хотите урегулировать имущественные отношения, которые будут возникать в период брака, например, являются ли деньги на счетах супругов совместными или это личная собственность каждого из них, то же самое с вкладами, с долями и акциями в хозяйственных обществах, с приобретаемой недвижимостью и так далее, то вам, безусловно, необходимо заключать брачный договор, так как делить вам пока еще нечего, а если вы грамотно составите брачный договор, то, скорее всего, уже и не нужно будет ничего делить в будущем. Я уже когда-то говорил в одном из своих роликов, что основная проблема молодых пар в том, что они считают заключение брачного договора проявлением корысти и показателем преобладания разума над чувствами. Ну, на самом деле нет. Заключение брачного договора, на условиях соблюдения которых позволит супругам четко понимать, что ждет каждого из них в случае расторжения брака, по нашему, поверьте мне, богатому опыту, только способствует укреплению брака и уменьшению стресса при его расторжении. Момент 2. Брак длится уже какое-то время, супруги нажили определенное количество имущества и решили, что пора определиться, кому какое имущество принадлежит и каким образом будут урегулированы имущественные отношения в семье в дальнейшем. Или же в перспективе у супругов расторжение брака. В этом случае необходимо заключать соглашение о разделе имущества с элементами брачного договора. У такого документа будет две части. В части соглашения о разделе имущества вы укажете, какое имущество нажито в браке и кому из супругов оно принадлежит лично. Например, если одному супругу достается квартира, то второму положена денежная компенсация. Или кому из супругов достается какой автомобиль, если их в семье два и так далее. А в части элементов брачного договора вы установите режим раздельной собственности на все имущество и денежные средства, которые будут получаться каждым из вас в будущем. На самом деле, в этот момент времени также можно заключить и просто брачный договор, в котором отразить абсолютно те же условия, но я настоятельно не рекомендую вам этого делать. Так как суд может признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов. Если условия такого брачного договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Например, сейчас мы ведем дело, где супруг, теперь уже бывший, пытается признать недействительным брачный договор как раз по этому основанию. В браке была нажита квартира, две машины, на момент заключения брачного договора имелись текущие кредиты, у пары было двое детей, и супруг подписал брачный договор, по условиям которого супруге отходила квартира, одна машина и все долги по кредитам, где-то около 500 тысяч рублей. А супругу оставалась одна машина. Отношения в семье были напряженными и спасти брак им не удалось. Супруга подала на развод, а супруг подал иск о признании брачного договора недействительным в связи с тем, что условия этого договора поставили его в крайне неблагоприятное положение. Конкретно в этом случае перспектива у такого иска небольшая, но она есть. А бывают случаи, когда все имущество отписывается одному из супругов, и тогда перспективы признать брачный договор недействительным у супруга, не получившего ничего, возрастают в разы. Такой практики достаточно много. То есть, если у вас есть потребность разделить имущество, нажитое во время брака до его прекращения, я рекомендую заключать соглашение о разделе имущества с элементами брачного договора. Момент 3. Брак уже расторгнут, а судьба имущества не определена. В этом случае вариант остается только один. Это соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Именно к его заключению, в убыток себе, мы постоянно склоняем клиентов, которые приходят к нам на консультацию с решением, во что бы то ни стало, делить имущество через суд. Я твердо убежден, что в 90% случаев можно договориться и обойтись без долгих судебных тяжб и ухудшения отношений между бывшими партнерами. Тем более услуги нотариуса по заверению соглашения о разделе имущества стоят существенно меньше, чем, например, услуги юриста по сопровождению процесса о разделе имущества. И давайте не будем забывать, что надо еще заплатить государственную пошлину за рассмотрение иска и иные возможные издержки, услуги оценщикам, еще что-то. Плавно переходим к выводам. Так, если вы только собираетесь вступить в брак или еще не успели нажить в браке имущество, надо заключать брачный договор. Если вы находитесь в браке и решили определить судьбу нажитого имущества и имущество, которое будет приобретено в будущем, значит мы заключаем соглашение о разделе имущества с элементами брачного договора. Если брак уже расторгнут, но удалось без суда договориться о том, кому и что из супругов отходит, значит мы заключаем соглашение о разделе имущества. Все виды соглашения, о которых я сегодня говорил, заключаются в письменной форме и подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Я очень надеюсь, что после просмотра этого ролика вопрос о том, какой договор заключать с супругом, у вас снят. Если нет, то пишите в комментариях, описывайте свою ситуацию, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо вам, что досмотрели этот ролик до конца. Как всегда напоминаю, что еще больше полезной информации у нас на сайте. Если у вас есть вопросы по семейному праву, задавайте их в комментариях или через любую из форм связи на сайте. 15-минутная консультация через любой из мессенджеров или по телефону у нас бесплатна. Еще раз с Новым годом вас, дорогие друзья! Берегите себя и своих близких, ведь ничего ценнее и дороже человеческих отношений пока еще не придумали. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok